МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"43-й год москвичи встречали с особым настроением, впервые приподнятым и радостным. Приказом коменданта города в ночь с 31 декабря на 1 января было снято осадное положение. Это было предчувствие победы". Те далекие предновогодние дни были наполнены забытой приятной суетой. В Москве впервые за годы войны открылась продажа елок. До этого в измученном холодом городе все деревья, конечно, сразу шли на дрова. Вокруг елки сегодня по-особенному яркой веселятся наши дети. Фронт близок. Из больших светлых залов елку перенесли в убежище под надежную защиту бетона. Продуктовая карточка москвича. Сахар норма на месяц 500 граммов, полкилограмма жира и 2 килограмма крупы или макарон. Еды по-прежнему было мало. Но вдруг появилось мороженое. Боэт великий чилийский Пабло Неруда как-то его занесло в Москву. Он был в эту военную зиму, в военной Москве, когда там на фронтах творилось непонятно что. Вот. И он идет как-то по Москве. Видите, москвичи едят мороженое. Ну, а там где-то за 30 градусов. Вот он был. Но этот народ непобедим. И действительно, в 43-м мы стали побеждать. Москва расправила плечи. Надежда укреплялась с каждым днем. И о том, что победа будет за нами, для тех, кто жил в тылу и приезжал на короткую побывку в Москву с фронта, говорило множество знаков. Самые тяжелые дни войны немец у Сталинграда, а в Москве открывает завод шампанского. В Москве был пущен новый радиус метро «Замоскворецкий». Начал работать филиал Большого театра. «Красная Москва», фабрика «Новая заря» возобновляет производство этих великих духов. 43-й год – это год, когда я лично приобрел душевное равновесие, прочное. 5 августа 43-го наши взяли «Орел» и «Белгород». Ключевое событие Курской битвы. В Кремле об этом радостном событии Сталину докладывает замначальника генерального штаба генерал Антонов. Сказал, знаете, ведь раньше на Руси, в России отмечали победы колокольным звоном. И чтобы нам тоже такое придумать. До этого Левитан зачитывал по радио приказ Верховного Главнокомандующего о награждении победителей и поздравлении народу. И все. Люди расходились по домам. В 43-м генерал Антонов предлагает устроить салют. Первый за военную историю. Прямо 5 августа. На подготовку оставалось несколько часов. Никто не знал, как это делать. Отправили какую-то офицера в библиотеку. Он там быстро начал листать, как со времен Петра Первого фейерверки организовывали. Ну вот, накопали этих пушек. Часть зенитка сняли. Столица нашей Родины, Москва, от имени Родины салютует доблестным войскам 24-мя артиллерийскими залпами из 324 орудий. И когда они грохнули во всех домах на Фронтовской набережной, полетели стекла. Я дико испугался. Не понимал, еще маленькие были. И брат у меня еще меньше был. У меня год был. Мы со страху залезли под кровать. И потом еще по разу залезали. Нас всех утешало. И бабушка, и мама. Да вы что, салют. Это прекрасно. Потом салюты станут обычным явлением для Москвы. Конечно, самым главным в истории страны был салют 9 мая в 45-м. Но тот самый первый, 5 августа 43-го, неуклюжую пальбу из зениток забыть тоже невозможно. Вот было ощущение того, что дыхание пришло, дыхание более высокое, но вот то потом уже всегда ждали салютов. Всегда. И когда уже потом шли победы, одна за другой освобождались. Столько-то городов, столько-то. Но вот это первое ощущение было неповторимым. Было неповторимым на всю оставшуюся, по-моему, жизнь. Москвичка Белла Эрингросс в 43-м была студенткой Московского педагогического института. И вместе с другими сокурсницами ее отправили на лесозаготовки под Подольск. Это называлось трудовым фронтом. Каждый более-менее здоровый москвич, оставшийся в тылу, должен был выдавать по 3 нормы на заводе, валить лес и рыть траншеи. Дали помещение, сказали, мойте, вот вам какие-то эти подматрасники набивайте вон там сеном и ложитесь. Первая проблема, которая у нас стала, добиться того, чтобы мы не на полу спали, а на каких-то палатах. Сколько трудов пришлось потратить на то, чтобы эти какие-то более возвышенности над полом построили. Лето 43-го было дождливым, и студентки мерзли почти как зимой. Сушить одежду было негде. Кожа покрылась гнойниками, все болели, постоянно мучил голод. Это была тяжелая мужская работа, но трудовую норму они выполняли. Выполняли норму многократно. Ну что, нам тут же повысили эти нормы. И вот тогда возникли протесты. Сегодня эта пожилая женщина, которую все считают робким и деликатным человеком, не может объяснить, откуда в 43-м у нее взяли силы возглавить студенческое восстание. Но она заставила начальство признать в девчонках людей. Сами руководители трудового фронта жили в теплых избах с печками. Рабочий день у них был 8 часов. Приехал ректор, приехали представители парт-бюро и какие-то наши требования, естественные требования в организации быта, в организации питания. И смогли улучшить и требования осуществить. Ну и кроме того, проблема, которая нас интересовала, а когда мы приступим к занятиям, потому что время катилось, время занятий подходило, а нас не собирались отпускать. В 41-го по 43-й в Москве работало всего 20 вузов. Остальные были эвакуированы. В здание МГУ попала бомба. Разрушения были сильными. 80% учащихся были девушки. Мальчики и большинство преподавателей-мужчин ушли на фронт. Но в 43-м институты стали возвращаться в Москву. И к концу года их уже было 65. Студенты, несмотря на тяжелую физическую работу, считались иждивенцами. Но в 43-м году им наконец-то дают продуктовые карточки для рабочих. И сразу по большому куску хлеба и сала. Некоторые не утерпели. И тут же съели сало с довеском. Это имело драматические последствия, потому что организм совершенно отвык. В 43-м в Москве открывается Гнесинка. Новый музыкально-педагогический институт. Под эту лавочку возвращают и ссылки Генриха Нейгауза. Кто же будет учить студентов? Выдающийся пианист оказался в тюрьме в 41-м, как и тысячи других русских немцев. Ну, говорили даже так, что якобы он ждал немцев, поэтому не уезжал из Москвы. На самом же деле у него болел сын, тяжело болел. И он по семейным обстоятельствам должен был здесь находиться. То есть он даже и не мог бы уехать. Но тем не менее, вот пытались так его уколоть и сказать, что якобы он ждал прихода немцев. Великий музыкант практически был отцом-одиночкой. Его любимая жена Зинаида ушла к другу семьи, поэту Борису Пастернаку. Двое детей жили то у мамы, то у отца. Но в военное время о них заботился только Нейгауз. Сначала его бросили в застенки Лубянки, через год мучения отправили в Свердловскую область. Больше всего он боялся, что в заключении ему повредят руки. Но каким-то чудом он остался цел. Прервать ссылку Генриха Нейгауза и перевести его опять из Свердловска в Москву, главный фактор, наверное, это то, что все-таки наступил перелом в войне. Все-таки было ясно, что победа будет за нами. Железная пита режима все-таки уже немножко ослабла. Московское шампанское. Вы знаете, что год рождения этой шипучки 43-й. Выпуск этого напитка наладили в разгар войны. Московский завод шампанских вин поначалу выдает лишь тысячу бутылок в месяц. Руководство страны решает активизировать производство к Дню Победы. Вернутся победители. В каждой московской семье должен быть праздник. Но популярным этот напиток аристократов у нас становится не сразу. Поднимем же бокалы, товарищи! За советский народ непобедимый с его Красной Армией! Шампанское как-то не очень стали покупать. Шло-то по тот слое населения, для которого это был привычный напиток. Но для наших мужчин шампанское с их привычкой немножко к другой крепости напитка не представляло интереса. И тогда началась огромная рекламная кампания уже после войны 45-й, 46-й, 47-й годов по рекламе шампанского. Московское шампанское позиционируют как напиток для дам, разрешенный с точки зрения советской морали, потому что не очень крепкий. И со временем рожденная в войну шипучка становится незаменимым атрибутом всех домашних праздников. Красная Москва был символ советской жизни, это не пустые слова. В 1943 году, когда была одержана победа под Сталинградом, фабрика «Новая Заря» возобновляет производство этих великих духов. Красную Москву создали еще в 1902-м. Назывались эти духи тогда «любимый букет императрицы». Когда в 25-м году прошлого века их решают выпускать опять, им дают новое название – «Красная Москва». Придумал гениальный аромат обрусевший француз. Что случилось с самим автором? Куда он пропал? Есть несколько версий. Одна версия, что он погиб в ГУЛАГе, был оклеветом и погиб. В начале войны было не до духов. В 1943-м столица вздохнула свободнее и стала по-другому пахнуть. Все благоухало Красной Москвой. Не было парфюмерной посуды, не было флаконов. И люди приходили со своей тарой. И это считалось таким воодушевляющим событием. Вы представляете, коммуналка, девушка скромно одетая, пахнет щами с коммунальной кухней. И проходит она и шлейф этих великих духов. Ведь эти духи представляют Россию в галерее ароматов Версали. Это общепризнанный великий аромат. Танскар. Традиционные статеты по Садовому кольцу. На приз газеты «Вечерняя Москва». Москва из последних сил поддерживает мирные традиции. Главное увлечение оставшейся в тылу молодежи – спорт. На соревнования в столицу командируются и люди с фронта. Каково это? Бежать и бороться за победу, когда в городе голод. После изнурительной смены у станка штампующего снаряды, зная, что завтра снова в бой и новая встреча со смертью. Девятый этап. Вперед вывел из «Динамо». Первое место, пятую финишу принес товарищ Молков. Мальчишками мы либо через забор перелезали, нас медицинера отлавливали, либо фронтовики шли на футбол, и дяденька проведила, брали дяденьки за руку, проводили до трибуны, на южной, садили, сажали на колени. И мы смотрели, это была такая доброта всеобщая. Вот любовь к футболу не прекращалась. Трибуны самого большого стадиона столицы вместили 75 тысяч человек. Но это вовсе не значит, что все желающие попадут на матч. В 43-м впервые за военные годы проходит первенство Москвы по футболу. Что творилось на трибунах во всем городе? Футболистов качали после матча на руках. Гол! Мирное время, на мой взгляд, начиналось в 43-м году. Вот первые удачи, первые победы, первые ожидания оптимистические начались в 43-м. И футбол начали по-настоящему уже играть, возвращать. Когда еще не было никаких побед, когда были сплошные поражения, когда страна была на грани поражения, потратить деньги на переобмунтирование армии, включая белье. Наша армия начинала войну в длинных, почти до колен гимнастерках, в драной обуви, в ужасных шинелях. Без погон их упразднили сразу после Октябрьской революции. Знаки воинского отличия были в виде петличек на воротниках и на рукавных клапанов. Это лейтенант ВВС до квадратика. В петличках их называли кубари. Два кубаря лейтенант. О новой форме для нашей армии Сталин задумывается еще до победы под Сталинградом, когда плохих вестей с линии фронта было гораздо больше, чем хороших. В русской истории есть масса таких историй, потому что император Александр I, который специально для победы, победных битв над Наполеоном и для того, чтобы армия вошла в Париж, сделал новую форму. Из своего, не из казны, а из своего личного кармана достал деньги, чтобы сделать золотые и серебряные пуговицы для офицеров, офицерские, и лично разработал дизайн всех полков, чтобы войти как победителей. В 43-м заказ на производство знаков различия получает швейная фабрика под Москвой в районном городе Дмитров. Швея Дмитриева с подъемом принялась за новое дело изготовление знаков воинской части. Армия стала другой. Мы знаем, что одежда способна влиять на внутреннее состояние человека. В драных портянках наши солдаты и их командиры победить действительно не могли. И вот эта гениальная манипуляция, я уверена, привела к Вавелии, потому что это были люди для победы. Но многие офицеры, да и рядовые, не сразу приняли новую форму. Гениальной эту идею глобального переодевания признали гораздо позже. Еще один поступок Сталина в 43-м вызывает большие споры в обществе. И гадание, что это значит? Почему вдруг разрешают то, с чем боролись и выжигали каленым железом? Совет народных комиссаров разрешает открыть в Москве православные храмы. Историки, они, те, кто занимается этим периодом, мы очень жестко ориентируемся на цифры переписи 37-го года, которая была уничтожена сразу, как только были получены результаты. Но там это было связано с тем, что Сталий недосчитал со 6 миллионов, которые должны были фигурировать. И она важна для нас, кто занимается историей церкви, чем? Там был вопрос о вашем отношении к Богу. В 37-м году о том, что верят в Бога, сказали 63% городского населения и 70% – сельского. Большевики явно преувеличивали свои успехи в антирелигиозной пропаганде. В первые годы войны люди потянулись в немногочисленные уцелевшие храмы еще активнее. Есть легенда о том, что Сталин дал приказ облететь Москву с иконой Казанской Божьей Матери. И именно это спасло наш город. Я помню, весь переулок, вот, например, от Арбата до Кропоткинской просто был забит народом. И все молились. Очень многих крестили тогда. И перед уходом на фронт крестились. И молились все. Войны от истов нет. После кончины патриарха Тихона в 1925-м нового патриарха избрать не давали. Священники были уничтожены, расстреляны или высланы в лагеря. А тут вдруг Сталин говорит, вот, неплохо бы нам избрать патриарха. Там кто в Магадане, кто в Иркуте, что называется, ну, армия нам поможет, распорядился, чтобы дали военные самолеты, военные авиации. Там буквально из лагерей собрали этих наших иерархов виднейших. Помните знаменитые слова его на встрече о том, что нужно провести большевистские темпы в отношении избрания патриарха. И темпы были проявлены большевистские. Состоял собор епископов, который избрал 12-й патриарха Московского в Сея Руси Сергия Строгородского. В 43-м в пасхальную ночь продлевают комендантский час, чтобы верующие могли побывать на службе. В Елоховской церкви поют Лемешев и Козловский. В блокадном Ленинграде в 42-м вместо куличей освещали кусочки хлеба. В 43-м в Москве уже пекут маленькие пресные булочки. Жизнь стала немного сытнее. Светлый праздник Пасхи впервые отмечают и в Кремле. Наша страна действительно стала великой державой именно в годы Великой Отечественной войны. И вот есть такой исторический парадокс. Это может прозвучать странно, что никогда ни до, ни после власти народ не были так едины, как вот период военный. И больше, наверное, в истории этого не происходило. В Москве распускают подполье. Многие не знают о том, что в октябре 41-го на случай возможной оккупации на нелегальное положение в столице перешли тысячи людей. Было чекистское подполье, партийное и комсомольское. Работала подпольная типография. На всякий случай она печатала листовки. Москва сдана, но это не страшно. Наполеон тоже брал Москву, но победа была за нами. В 43-м, когда врага от Москвы отогнали далеко, подпольщики получают другое задание. Подслушивать разговоры москвичей в очередях и других общественных местах. И делать сводки для Лубянки. Были разговоры, да вот это все врет пропаганда, что немцы так жестоко обращаются с населением, а потом настроение меняется. Когда в Москву хлынули беженцы из оккупированных районов, и уже это не пропаганда говорила, а твои знакомые, родственники, о том, что действительно это геноцид был, то настроение меняется. В общем, эта сеть существовала в Москве до марта 43-го года. До 43-го в Москве был небывалый уровень преступности. Мародерство, уличный разбой, убийство. В городе было множество дезертиров. Милиция не справлялась. Ее стало значительно меньше, все ушли на фронт. Целый десант был отправлен в Узбекистан на зачистку тамошних бандитов, которые потрошили эвакуированных людей. Эпицентром московского криминала был район Тишинского рынка. Блатные тусовались, как бы вот там хаты были, малины рядом. Они, так сказать, вот создавали свои. Постоянно там были, значит, вот количество людей, которые в районе этого Тишинского рынка подвергались какому-то нападению, там разбойному, так сказать, или убийствам. Оно все время росло, росло, росло. В 43-м милиция очищает город от криминальных элементов. Облава за облавой освобождены Тишинка и Марьина Роща. Теперь москвичам не страшно выходить на улицу вечером. В этом отношении, конечно, Москва сильно изменилась, и она из такого полукриминального города превратилась в город достаточно спокойный, будем так сказать, образцовый. На плечи милиции с первых дней войны ложится еще одна функция – изымать у людей радиоприемники. Новости люди получают из общей тарелки на улице. Власти боялись воздействия на граждан, вражьих голосов, даже союзников. Америка была ведь временным другом. Всех, кто не ликвидировал радиоточку дома, наказывали строго. В 43-м в тюрьму за это попадает 16-летний Петр Вильяминов, будущая звезда советского кино. Он учился в одном классе с девочкой, который приходил как сосед, как соученица к своей. А у них был радиоприемник. И когда арестовали отца этой девочки, то, видимо, при каких-то пытках спрашивали, я так полагаю, Петя так думал, кто бывал в этом доме. И Петя был назван в числе этих людей. Петр был обвинен в участии в мифической подпольной организации «Возрождение России» за то, что подросток просто слушал у соседей радио, ему дали 10 лет лагерей. Кстати, Вильяминову еще как довесок шел то, что он сын белого офицера, который дважды репрессировался. В момент ареста Петра его отец уже сидел в тюрьме. В заключении подросток узнает, что за решетку бросили и маму. Будучи в лагере, он скрыл себе вены. За это он мог получить еще один срок. Но оказалось, когда там врач-эстонец, как раз сказал Петя, пожалел мальчишку и сказал, что он случайно, непреднамеренно это сделал. И он вылечился, и его оставили. Да, бывает тот срок, который ему был предназначен, бывает. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. В тюрьме будущий киноактер знакомится с многими талантливыми интеллектуальными людьми. Они все потом будут удивляться, как органично сыграл Вильяминов коммуниста, представителя системы, разрушившей их жизни. 9 лет лагерей были его университетами. Год скостили за блестящие роли в тюремном театре. Сидела творческая элита в то время. Сидело очень много актеров в лагерях. Это была колоссальная школа. И потому что он оттуда вынес. Он стал артистом. Он стал образованным человеком. Его жена прожила с ним четверть века. И, глядя на руки мужа, каждый раз вспоминала, что пережил этот почти ребенок в 43-м году. И надо сказать, что вот эти следы-то оставались до конца его жизни на руке. Там стоял, видимо, номер какой-то лагерный, наверное, и вот разрезанные вены. Вероника, идем в метро. Идем, слышишь, не глупи. Ты зуба, пойдем в метро, Вероника. Не пойду, не пойду, не пойду, не пойду. Вы помните, как героиня нашего лучшего фильма о войне предает своего возлюбленного под гром музыки Бетховена, перекрывающей страшные звуки бомбежки? Слышно было, как с тяжестью нагружена этот самолет. Такой, у-у-у, хочет разгрузиться. Потом жуткий вих молчания, и такой, и-и-и, дикий виск, это бомба летит. ВЗРЫВ Последняя бомбежка Москвы была 9 июля 43-го. Фашистов все дальше и дальше отгоняли от Москвы. А всего воздушную тревогу объявляли в столице за военное время 141 раз. Но это объявляли, иногда немцы прорывали себе сигналы тревоги, просто не успевали объявить, но это были действительно единичные случаи. Вот, а метро продолжали строить и как гражданский объект, как военный, и во время войны. И, в частности, год открылся, 43-й, 1-го января, тем, что в Москве был пущен новый радиус метро, замоскворецкий. Поезда поехали от Театральной, тогда площади Свердлова, до завода имени Сталина, сейчас Автозаводской. А к концу 43-го появились еще Новокузнецкая и Повелецкая. Это были станции, которые уже не знали, что такое пассажиры, которые никуда не едут, а прячутся в метро от бомб. Каждую неделю концерт в Большом зале консерватории. Если бы его отменили, в городе была бы паника. Классическая музыка звучала в Москве всегда. Жизнь народа, духовная жизнь народа, была не тронута вот этими страшными событиями. Действительно, как это ни ужасно, такие события, как война, еще раз нам всем доказывают, что не хлебом единым. В Большом военное время звучит голос Лемешева, танцует Уланова. Большая часть труппы эвакуирована в Куйбышев. Звезды принимают решение остаться в Москве. Лемешева просят об этом военные. Он говорит, Сергей Игоревич, не представляете, что значит для фронтовиков то, что вы поете в Москве. И он, я подумал, и остался. И так все самые суровые дни он оставался в Москве, несмотря на все угрозы оккупации. И театр работал, филиал Большого театра. А сам Большой был закрыт. Внутри театра все было разрушено мощной взрывной волной. Он был накрыт задниками из князя Игоря, а рядом на земле, на асфальте, был нарисован контур Большого театра. Это гениальная идея. Нарисовать контур Большого вот здесь, напротив. Его и спасла. Немецкие летчики целились сюда и попали. Большой покачнулся, как люлька, но устоял. В 43-м Большой начинают реставрировать. Торопятся к возвращению трупа из эвакуации. Реставраторы работают в диком холоде по 18 часов в сутки. Когда приехал театр из эвакуации, и люди увидели, что все на месте, все стоит, я думаю, что это была огромная радость. Просто огромная радость, гордость за тех людей, которые были в Москве, это сохранили. Балерина Мариана Боголюбская выходила на сцену всю войну. Публика была пестрой. Солдаты, которых после спектакля сразу увозили на передовую, их командиры, гражданские дипломаты. В 43-м в Москве становится много иностранцев. Советский Союз ведет переговоры о создании Второго фронта в Западной Европе. Железный занавес приоткрывают. Многие иностранцы влюблялись в наших девочек, хотели на них жениться и увезти в Америку, в Англию и так далее, во Францию, а наши не давали визы, ничего не давали, не разрешали никому никуда уезжать. Марианне делает предложение фотокорреспондент журнала «Лайф». Из страха больше никогда не увидеть родину и маму она ему отказывает. Через полгода балерину вызвали на Лубянку и ткнули в лицо свежим лайфом. Боголюбская во всех танцевальных видах. Не только танцевальных, Боголюбская на дровах. Боголюбская что-то еще там делала. Лепила, играла на рояле. Это все были фотографии. Ей просто встретился добрый майор НКВД, который не стал из этой истории раздувать статью за шпионаж и несанкционированные связи с иностранцами. Но страх, который она тогда испытала, накатывает до сих пор. В одну секунду все могло решаться. В одну секунду в самом худшем образом. В 43-м Большой зализывает раны и готовится к премьере. В Кремле утверждают Ивана Сусанина. Решено, что впервые за историю войны на главной сцене страны должно звучать что-то невероятно патриотическое. Это удивительно, что, конечно, такого времени, с 43-го года, у нас много программок не сохранилось, а вот эта программка цела и жива. Этот грандиозный спектакль требует огромного хора и многочисленной массовки. Что делать? Большинство хористов и артистов Миманса на фронте. Придумали таким образом. Каждый человек выходил и выносил в руках, ну, у них такие были изображения людей. То есть вот они как бы выходили, вроде как тут еще несколько человек рядом стояли. То есть такую большую массу создавали, как могли придумывали. Опера имеет невероятный успех. Она длится 6 часов. И все 6 часов многие люди в зале плачут. Это больше, чем спектакль. Это победа. У нас снова работает большой. Мы не сдались. Все наладится. Вот что значит искусство. И вот что значит родное, рожденное народом нечто, которое все равно трогает людей и поднимает их, можно сказать, от смерти. От смерти помогает, спасает. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые огни. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыть вчера. Любовь – это чувство, которое люди во время войны испытывали гораздо острее, чем в мирное время. Ведь это то, что помогало выжить, особенно на линии фронта. Я сам своими глазами видел, как многие солдаты и офицеры. От руки написанные «Жди меня» носили вот у сердца на кармане. Это было для них как молитва. Эти стихи Константина Симонова посвящены актрисе Валентине Серовой. В 43-м желтой прессы не было. Сплетни о знаменитостях передавались из уст в уста. Самая обсуждаемая – неверность Серовой. И когда у него этот роман с Рокоссовским начался, и когда он облетел всю Москву, потому что свидетелей у этого романа было много, да искренне возможно было все это дело, естественно, у людей такая шутка появилась. Вот и жди ее после этого. По версии писателя Федора Розакова, роман маршала и кинозвезды начался со знакомства в московском госпитале, где Рокоссовский лечился после ранения, а Валентина Серова выступала с концерта. У него на тот момент семья пропала в эвакуации. То есть они уехали из Москвы, но на место назначения не прибыли. То есть они затерялись, пропали. И не было понятно, живы они или не живы, то есть жена и ребенок. И поэтому он тоже в таком состоянии был. И вот эта встреча с Серовой, и помогла ему эту горечь от этой утраты, от потери, сгладить каким-то образом. Но семья Рокоссовского нашлась, и отношения с Серовой маршал прервал. А вот отец Иосифа Кобзона, встретив в 43-м новую любовь, к эвакуированной семье так и не вернулся. Ну вот, а тогда было нас трое, плюс мама, бабушка наша, мама мамы, брат мамы инвалид с женой и с ребенком. А трудилась одна мама. Она с утра до ночи трудилась и все ждала. И вдруг, так сказать, получили мы письмо, в котором отец написал, что он был контужен, ранен и попал на излечение в госпиталь в Москве. И что-то там он встретился с женщиной, и он решил остаться с ней, с этой женщиной, он женился. Мама, конечно, жутко переживала. Братья Иосифа Давидовича даже хотели отказаться от отчества и сменить фамилию. Такой острой была обида на отца. Сам Иосиф Кобзон, уже став всесоюзной звездой, по просьбе мамы пару раз с ним встречался. Но делал это через силу. Понимаете, я так любил и продолжаю духовно любить свою мать, что у меня не было никакого желания общаться. Иногда он приходил ко мне на концерт. Иногда я пришел к нему, помню, на юбилею. Но не было, понимаете, никаких, кроме отторжения какого-то, ничего другого не было. Симонов действительно написал молитву для всех воинов и любящих их женщин. Всем хотелось, чтобы было именно так, как в великом стихотворении «Жди меня». ведь неверность могла убить. Подумаешь, невеста сбежала. Радоваться должен. Копейка ей цена, и за такого красавца, настоящего героя, ты какую-то толовую крысу променяла. Москвич Николай Гусев своего деда не видел ни разу в жизни. А бабушка в памяти всегда. И история ее любви, которая закончилась в 43-м году. И деда Николая отправили в Москву на сутки раньше. С женой он разминулся. Ну, дед, конечно, страшно расстроился, почернел. Прошли по окрестностям. Потом пару часов сидел, курил. Отец рассказывает, дед был страшно худой, просто вот кожей, кожей, костей. Бабушка не случайно поехала едой. Бабушка на следующий день приехала, узнала, что дед уже был. Рухнул на крыльцо и заголосил. А через месяц она получила похоронку. И не было дня, чтобы она не вспоминала, как нелепая случайность не дала ей увидеть мужа в последний раз. В то, что он погиб, не верила. Как и миллионы других советских женщин, надеялась, что любимый потерялся после плена. И жив. Верность погибшему мужу она хранила до конца своих дней. И бабушка уже не вышла замуж. И действительно долгое время ждала. Стихи того времени, они во мне живут все время. И вот мысль Твардовского о том, что перед теми, кто не вернулся, какая-то вина. Помните эти стихи? Я знаю никакой моей вины. В том, что другие не пришли с войны. Что все они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том ведь речь. Что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том. И все же, все же, все же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова